Задача 77384. Найдите корень уравнения. В левой части дробь в числителе единицы в знаменателе 4х-1 равно 5. Решим данное уравнение следующим образом. Левую часть пока перепишем. Единица разделить на 4х-1. А правую часть представим в виде дроби. То есть запишем 5 первых. Теперь, поскольку две неравные нулю дроби равны, то это значит равны их обратные дроби. То есть мы из равенства вот этих наших дробей запишем равенство обратных дробей. То есть поменяем в левой и в правой части числитель на знаменатель местами. Ну или по-другому перевернем левую дробь и перевернем правую, если так можно выразиться. Тогда у нас получится слева 4х-1 разделить на 1 на единицу. Это получается 4х-1. А справа получается 1 пятая. Теперь возникает такой вопрос. Надо ли писать обязательно условия того, чтобы знаменатель не обращался в 0. Постольку, поскольку у нас получилось, что знаменатель равен какому-то числу, в данном случае 1 пятая, то понятно, что он уже 0 быть равен не может. Поэтому дополнительно писать, что 4х-1 не равно 0, конечно же уже не нужно. Поэтому, решив вот это последнее уравнение, мы как раз получим то, что нам нужно. Идем дальше. Переносим единицу вправо. Получается 4х равно 1 плюс 1 пятая. 4х складываем. Как сложить? Переводим к общему знаменателю. Общий знаменатель 5. Тогда единицу надо будет домножить на 5. 5 на 1 будет 5 плюс 1. Или можно было единичку сразу записать как 5 пятых. 5 пятых вместо единицы. Да плюс 1 пятая. Получается 6 пятых. У нас получается 5 плюс 1. У нас так и получается 6 пятых. То есть получается 4х равно 6 пятых. Ну и теперь надо обе части разделить на 4. Ну или рассуждать по-другому. Если это коэффициент умножается на х, значит чтобы найти х, надо правую часть разделить на коэффициент при х. То есть на 4. Это значит, что мы х пишем равен 6 пятых. Мы должны разделить на 4. Ну вот здесь, чтобы не запутаться при делении дроби на какое-то число, я предлагаю так рассуждать. Вот мы делим на 4. То есть давайте запишем так. Мы делим на 4 первых. То есть разделить на 4 это все равно, что 4 первых. 4 и 4 первых это одно и то же. То есть мы делим на 4 первых. А теперь мы деление заменим на умножение. То есть вот это деление мы заменим на умножение. Пишем умножить. И умножим теперь уже на обратную дробь. То есть на перевернутую. Это получается на 1 четвертую. И в итоге мы получаем. Теперь можно 6 и 4 сократить на 2. Получаем 2. Здесь 3. И получается в числителе 3, в знаменателе 5 умножить на 2, 10. 3 разделить на 10 это 0,3. И это значит, что в ответ нам нужно записать число 0,3. Пишем ответ 0,3. Задача решена.